здравствуйте друзья сегодня вновь с вами канал я и мой хвост я его ведущий олег наша передача переходит немножко в новый формат теперь темы передачи не придумываю не я лично а мне поступают письма в уголочке вы увидите экрана увидите адрес по которому вы можете присылать свои вопросы и на эти вопросы по этим вопросам мы будем снимать передачи сейчас значит ко мне поступил вопрос от человека под ником петя петя из города ставрополя который задал мне вопрос какие виды амуниции существуют для собак ну я бы разделил бы это на два вида то есть это обычная амуниция для выгула собаки которые необходимы и специальная амуниция но специальная амуниция это для дрессировки выставочная амуниция и для специальных целей таких как например тут ездовые собаки им нужна специальная шлейка ну здесь я не буду затрагивать потому что люди которые приобрели собаки собак для именно для ездовые породы собак они сами это все знают давайте поговорим о том что нам необходимо когда у нас в доме живет собака ну первое это само собой ошейник вот такой вот ошейник вот такой ошейник бывает тряпочные ошейники ну вот смотрите в чем разница между вот таким ошейником и таким ошейником вот здесь видите вот есть такая штучка специальная и когда ошейник закрывается и получается переход то есть вот эта вот застежка она закрыта то есть я рекомендую выбирать ошейники вот такого плана также видите здесь кольцо она фиксирована в определенном месте здесь уже фиксацию делал я самостоятельно про кожаные ошейники я вам рассказал существуют также ошейники вот такие вот это строгий ошейник но я бы его отнес бы к видам дрессировочной амуниции потому что такой вид ошейника позволяет нам научить команду команде фу то есть нельзя а также команде ходить рядом здесь значит как бы шипы не острые тут ничего страшного нету вот но как бы люди которые не могут справиться методом зоопсихологии того чтобы есть гуманный способ например научить команду команде фу то есть собака бежит берет какой-то предмет который нежелательно для того чтобы он брал его вы либо резким звуком каким-то отучаете но предварительно научили команде стоять собаку вот либо вот когда резко дергаете и вот эти вот штырьки они как бы создают неудобства и даже я сказал вы боль для собачки ну люди которые не терпеливые могут получить конечно и таким способом и я не рекомендую еще раз потом в чем заключается еще плохое качество этого ошейника то что здесь постоянно будет у вас цепляться волосы и в общем собачки будут очень неудобно самое могу сказать металлические ошейники которые как бы я бы сказал бы даже что он более является имиджевым то есть он более для красоты но опять же вот эти вот металлические звенья в них будет заплетаться волосы и может даже залысина на шею собаки образоваться поэтому все таки я предпочитаю классику кожаные ошейники или тряпочные ошейники ну можете выбрать такой красивый когда вы пойдете куда-то гулять в красе в город именно непосредственно а для выгула ну какой-нибудь обыкновенная шейник тряпочный или обычный кожаный дальше значит ну вот эта вот штука называется ринговка то есть это вот петля удавка но это не просто петля удавка вот здесь вот есть такое колечко колечко для того чтобы она затягивалась то есть можно как и гулять собачкой и одновременно дрессировать ее то есть приучать команде рядышком но опять же ринговка она предусматривает то что с маленьким щенком еще нельзя гулять на ринговке почему объясню сейчас почему потому что все таки я не скажу что маленькие щенки являются адекватными и увидев какую-нибудь птичку бабочку он может рвануть просто за ней и тем самым причинит себе боль поэтому ринговка это уже более-менее такая взрослая собачка то есть ну как минимум полугодовалого возраста потом также ринговка она является амуницией выставочной то есть для выставки собак вам потребуется ринговка который не будет отвлекать внимание вот как ошейник если вы оденете то есть внимание судей будет уже как бы привлечено больше к ошейник будет рассматривать а на ринговку он будет смотреть непосредственно собачку вот потом обратите внимание на то чтобы когда вы одеваете ринговку и собачка гуляет у вас чтобы свободная часть была не менее 6 8 сантиметров то есть не более точнее 6 8 сантиметров потому что когда вы гуляете ну один это еще ладно более-менее да и то даже когда вот в лесу начинаете гулять собачка бегает по кустам и она может просто зацепиться этим местом свободным который болтается и опять же удушить себя или например когда она гуляет в стоит у из другими собачками во время игры может лапа просто попасть и опять же причинить боли неудобства как для одной собаки у которой попала лапа так и у 2 который здесь находится шея поэтому вот обратите на это внимание ну вот цезарь милан например он считает что вот такой вид поводка именно считается наиболее такой удобный стоит дешево можно самому сделать но опять же обратите внимание здесь должно быть колечко которое свободно ходит то есть собачка идет и и начинает начинает тянуть и и начинает немножко придушивать ей становится неудобно и она идет рядом так у ошейники мы с вами поговорили